Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын и сегодня мы поговорим о судебном разбирательстве дела Ситкозы и Осета Матаевых. Для этого у нас в гостях Мадина Бакиева, адвокат, и Андрей Петров, адвокат из Ситкозы и Осета Матаевых. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала о подсудности. Почему все-таки суд проходит в Астане, а не в Алматы? Ну, на этот счет мы, конечно, в большом недоумении, почему уголовное дело все-таки было направлено в суд номер два из сельского района города Астаны. Вместе с тем, у нас по материалам уголовного дела, то есть вообще по ситуации вообще этого всего дела, получается так, что вообще уголовное дело должно рассматриваться непосредственно в суде города Алматы. Ну, если быть конкретным, то это, конечно, будет суд номер два Медеусского района города Алматы. Мы, естественно, как только узнали о том, что уголовное дело направляется в Астану, обратились с соответствующими жалобами, ну и, соответственно, обратились за разъяснением, почему так. Разъяснение дает прокуратура или суд? Да, мы обратились к процессуальному прокурору, который непосредственно занимается этим делом. Он нам сказал, что так как договор между Кастагом... Нет, он еще до этого по телефону нам говорил, что в Кастаг заключил договор с комитетом информатизации и связи в городе Астаны. Поэтому подсудность будет в Астане. То же самое, когда мы уже все-таки приняли участие в предварительном слушании в суде на Весельском районе. То же самое прокурор, профессиональный прокурор Куракбаев встает и говорит, так как договор был заключен в Астане, соответственно, подсудность Астаны. Но почему-то ни прокурор, ни суд, никто не говорит о том, что, например, договор с Казактелекомом и договор с Национальным пресс-клубом был заключен непосредственно в городе Алматы. Соответственно, все в данном случае, если даже, например, согласно уголам профессионального законодательства, если преступление начинается, например, на территории подсудности одного суда, но заканчивается на территории подсудности другого суда, и, соответственно, дело будет рассматриваться там, где было окончено преступление. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что где проходят все процессуальные действия по досудебному расследованию, то есть там допросы, очные ставки, все, большая часть была проведена здесь, в городе Алматы. Обвинительный акт составлен в городе Алматы и подписал его прокурор, соответственно, из города Алматы. И, согласно законодательству, уголовное дело в таком случае должно непосредственно рассматриваться здесь, в городе Алматы. А у меня вопрос, там не было таких аргументов, типа, ну вам какая разница, вы же адвокаты, можете хоть здесь, хоть тут? Нет, таких аргументов, по крайней мере, в наш адрес не было, но, тем не менее, они прям до последнего настаивают на том, что вот именно документация была заключена, вот эти непосредственно договора были заключены в городе Астаны. Но это не так. Это не так. А прокурор знает о том, что это не так? Вы знаете, когда мы участвовали на предварительном слушании, лично у меня сложилось такое впечатление, что прокурор, по-моему, даже не читал дело. Суть он не знает, информацию он не владеет по уголовному делу. Где заключались договора, с кем, между кем, он этого не знает. Такое ощущение, что ему просто сказали, говори, что в Астане заключили договор, и все, он эту позицию держит до конца. Критер Алина, а вот эти экспертизы, которые подтверждают невиновность Сит Казыматаева, которые вы пытались приобщить к делу, они в конце концов приняты? Нет, не приняты. А с какой реализации? Они не были приняты антикоррупционной службой два раза. Они не были приняты Генеральной прокуратурой Республики Казахстан. В Есильском суде мы уже привезли оригиналы всей первичной бухгалтерской документации, в электронном виде базы. Привезли заключение специалиста, полученное на договорной основе, то есть той же квалификации, которой обладают специалисты в Центре судебных экспертиз. Они тоже не были приняты. То есть судья ходатайство разрешил и постановил отказать, в связи с тем, что еще не начато главное судебное разбирательство. Но это по сути не является основанием для отказа. Потому что такие ходатайства защита имеет право заявлять и до начала главного судебного разбирательства. А есть шанс, что уже во время самого судебного разбирательства, основного по существу, это потом будет приобщено к делу? Честно говоря, мы очень сомневаемся. Сейчас у нас последний шанс, это то, что мы будем обжаловать в Астаницком городском суде постановление суда Есильского района 3 августа о том, что нам отказано в приобщении. И если там суд городской Астанинский оставит в силе, тогда мы уже будем получать еще одно заключение специалиста, также на договорной основе. Для того, чтобы в материал уголовного дела есть две экспертизы. На одну экспертизу у нас уже есть заключение специалиста, теперь будем готовить на вторую. Вторая – это очень объемный материал, это то есть финансово-хозяйственная деятельность Национального пресс-клуба за 5 лет. Если бы эти документы были приняты, они прекрасно понимают, что там расходы намного превышают их расходы, которые у них получены по экспертизе, потому что у них нет всех расходных документов Национального пресс-клуба. Это получается такая кипа этих чеков, да? Выбирается какая-то пачка и говорит, составьте экспертизу. Выбиралось 9 февраля только по взаимоотношению САО «Казахтелеком» за 2011-2013 год с поставщиками услуг. Расходы состояли 264 миллиона с копейками. Хорошо, мы согласны, а у нас тоже такая же сумма практически. Но по расходам с АО «Казахтелеком». Но расходы за 5 лет у Национального пресс-клуба превысили 1 миллиард 300 миллионов. Превысили. И вот эта часть, она уже в деле не фигурирует? Не фигурирует, они ее не берут. Потому что если они возьмут это и назначат экспертизу, как мы просим с постановкой данных вопросов, с учетом данных документов, состава по уклонению от уплаты в налогах не будет. Это точно. Потому что с этого всего налоги заплачены? Да. Не будет с их точки зрения якобы незаконного использования денежных средств. Ничего не будет. Потому что все денежные средства СИД Казыматаев в рамках уставной деятельности, все знают, что он поддерживал очень многие средства массовой информации, оказывал финансовую помощь. У Национального пресс-клуба есть КАСТАК, есть зарубежные информационные агентства. КЕРТАК, АВТАК, АВТАК также. То есть они сами по себе не работают. Это были в Ливане, это были денежные средства. Видите, на счет теперь места содержания. Какие-нибудь есть у вас сведения? Это все законно, незаконно? Ну, здесь у нас вообще случилось, конечно, непредвиденно. Перед тем, как, то есть узнав о том, что все-таки уголовное дело будет рассматриваться в Астане, я даже по просьбе одного из сотрудников коррупционной службы, да, Битанов Достан, есть такой следователь, по его просьбе я ему привез заявление от своих подзащитных о том, что они указывают, что за время рассмотрения уголовного дела в Астане прошу разрешить проживать, ну, и указали адреса. То есть он как бы сказал, все, не проблема, то есть пожалуйста. Потому что, ну, мы тоже понимаем, им лишний раз расходы там на содержание жилищ, это же естественные расходы идут. Ну, по прилету в аэропорт Астаны, то есть нас уже прямо на взлетной полосе встречали, автобус, сотрудники, в общем, можно сказать, люди в черном ждали нас там. И все, сказали, вы будете жить там, где мы вам скажем. А какая мотивация? Никакой мотивации, то есть все, есть какой-то определенный там приказ какого-то руководителя. Соответственно, говорит, мы имеем право полное, будет, будет. Нет, ну, там в доме какое-то объяснение, что условно там преступная группа журналистов может отбить в результате военного нападения, или там плохая вода подзащитная трава. Согласно законодательству и правилам, место содержания подсудимых на время рассмотрения дела в суде первой инстанции устанавливается судом. Естественно, на предварительное слушание мы подготовили документы от собственников квартир, которые мы подготовили для наших подзащитных, родственников, знакомых, нотариально заверенные, значит, согласия собственников, заявления на имя суда, нотариально заверенные документы на квартиры, то есть все как положено. Да, но суд наше ходатайство даже не разрешил в своем постановлении, а принял адреса, установленные антикоррупционной службы. То есть у нас получается, не суд принял решение фактически, а принял антикоррупционную службу и государственный обвинитель, который просто показал какие-то непонятные фотографии в процессе. А вот такие вещи, это считается, ну, в уголовном процессе, это мелочи или это важные вещи? Это очень важно. Это важно, потому что они, естественно, они расселили их, я вот лично считаю, это какой-то умысел, играющий в их интересе. Потому что один живет, это если судя по остальным, мы-то алматинцы, я просто могу так объяснить. Одна квартира в районе вокзала номер один города Алматы, вторая квартира вот здесь в Казахфильме. И, соответственно, нам, вот, защитникам ездить, даже, вот, к примеру, пройдет процесс, да, нам, конечно, необходимо... А телефонная связь вам запрещена? Нет, да. Им запрещается. Но даже телефонная связь... Это как логистические проблемы, да? Нет, телефонная связь не поможет. С ними находятся в квартире сотрудники антикоррупционной службы. То есть тайна, вот, да, свидания с адвокатом тоже нарушается. Они все время присутствуют. Хорошо, мы закрываем двери, но мы не знаем, что находится в этой квартире. Есть ли там прослушающие слова? То есть мы считаем, что это прямое нарушение права на защиту. С целью, чтобы они не могли объективно доказать свою невиновность в данном процессе. Что они хотят делать, не обязаны вообще. А само состояние здоровья, если это мотаю, оно в данный момент... По прилету в город, вот, в Астану, у него резко, видать, перелет сказался на его состоянии здоровья, у него резко поднялось давление. То есть это прекрасно видели и сотрудники, ну и мы, соответственно, даже сотрудники аэропорта, потому что тонометр, он сразу мы попросили, давайте измерим ваше давление. Давление у него было 233 на... На 139? На 139. Это все, что за 200, это уже считается проблемой. Это очень высокое давление. Мы сразу сотрудникам предложили, давайте вызовем скорую. Нет, сейчас поедем домой, вызовем скорую. В общем, мы до последнего как бы настаивали, но уже сотрудники сами видят, потому что в машине ему стало плохо. То есть в целом, скажем, право на медицинскую помощь, оно осуществляется или не осуществляется? Ну, в данной ситуации они, конечно, сами убедились, что он как бы не симулирует давление. Действительно, он весь стал абсолютно красным, уже речь невнятная. И по пути один из сотрудников прям по своему сотовому телефону вызвал скорую. По приезду скорая прям настоятельно, настоятельно требовала госпитализировать его. Но Сидказым Атаев, человек такой, сказал, что я лично хочу сам участвовать в судебном процессе, доказывать свою невиновность, и поэтому я просто-напросто сейчас от госпитализации отказываюсь. Что им было сделано? Ну, и 5 февраля, да, мы подали ходатайство судье Весельский суд о том, что Сидказым Атаев просит разрешение на посещение кардиологического центра здесь в Алма-Ате, частной клиники, чтобы пройти курс реабилитирующий процесс. Судья отказал. Вопрос, а если, скажем так, подозреваемый умирает в ходе процесса по медицинским причинам, для суда это проблема или судье за это ничего не будет? Дело уголовное будет прекращено, во-первых. Во-вторых, уже надо будет доказывать, кто несет ответственность за это. Но, на наш взгляд, сейчас ответственность несет суд, потому что суд дает разрешение посещать ему медицинские учреждения или нет. Да, по закону это орган, ведущий уголовный процесс, в данном ситуации это суд. Давайте еще вернемся к исходникам. Почему получилось так, что там же инкриминируется в составе группы, то есть хищение бюджетных средств, мошенничество, а по факту получилось, что все чиновники проявили деятельное раскаяние, все делали безвозмездно и нанесли государству ущерб, но от него освобождены, а Синказым Атаев получился главарем этого ОПГ. Вот объясните механизм, как человек, скажем, вне госаппарата, получился главарем по расхищению бюджетных или квази-бюджетных средств. Ну, в данной ситуации здесь, если, в принципе, об этом и писали уже, чиновники, которые были фигурантами по этому уголовному делу, они все ссылались на очень большой авторитет нашего подзащитного, то есть Синказым Атаева. И якобы вот этим авторитетом своим он их просто-напросто задавил, и они никак не могли ему не отказать. Ну, это их версия. Соответственно, вот они все, как один, прям под копирку говорят, что да, вот Синказым Атаев пользуется своим авторитетом, намекал нам, что если они якобы не согласятся, нам сверху позвонят, и вплоть до увольнения. Естественно, никто этого не хотел делать, и потыкали интересы Атаева. Но это не так. Это всем видно, это просто-напросто, я лично называю это прям какой-то детский лепет. Потому что документов, подтверждающих их слова, нет. Вся тендерная документация, она прозрачная, чистая, соответствует закону. То есть по закону, как бы, заказы, все они бьются. Ну, мы связываем это деятельное раскаяние с тем фактом, что как только мы принесли наши документы финансово-хозяйственные, антикоррупционную службу, на следующий день или через пару дней появилось, значит, деятельное раскаяние данных чиновников и прекращение уголовного дела в отношении них. Их перевели в статус свидетеля. А по нашему уголовно-процессуальному закону свидетель обязан давать показания. А вот подозреваемый, подсудимый, он может отказаться от своих показаний, может поменять свои показания. То есть они, мы так вот думаем, что коррупционная служба испугалась, что остальные фигуранты, увидев эту документацию и увидев, что все-таки на самом деле... Нарушения нет. Нарушения нет. Все было прозрачно, что все копейка в копейку. Они просто-напросто могли бы развернуться и, будучи подозреваемыми, просто бы отказались от своих предыдущих показаний и сказали, да нет, там все нормально оказывается. Извините, вы просто так много нарушений рассказали в ходе процесса. Можно какими-то такие их как-то ранжировать? Какие нарушения все-таки, скажем так, главные, а какие второстепенные? Ну, со стороны следствия, со стороны суда, прокуратуры. Во-первых, мы считаем, что основное главное нарушение это то, что была не собрана вся документация. Это изначально? Это изначально, потому что здесь, вот именно здесь таится камень преткновения. Если бы они изначально собрали бы, произвели выемку всей документации, сейчас бы, я думаю, мы бы здесь не сидели и не рассказывали бы о всех этих проблемах. А у кого серебряная и бронзовая медаль? У каких правонарушений? У судов. Второе место, скорее всего. У судов, которые применяли меру пресечения в отношении наших комиссиональных. Ну, то есть, в отношении Матаева-Осеты и Матаева-Осетка. Вот эти вот жесткие, изолирующие условия. То есть, оснований вообще применения меры пресечения в отношении них не было. Не было в тот момент, когда она избиралась. У нас, то есть, закон четко прописывает эти основания. Этих оснований не было. Не было нарушения о явке. Не было нарушения подписки о невыезде. Ничего не было. То есть, мы составляем официальный график с антикоррупционной службой. Мы вылетаем в Астану с Андреем Петровым на процесс по обжалованию их же действий там в Астане, когда они вторглись в здание на Орунбор-8. Только мы выезжаем в аэропорт, Осета и Сит Казыматаевых за ними приезжают, задерживают, Осета выпускают ближе к вечеру, а Сит Казыматаева спускают в СИЗО. И вот мы каждое продление меры пресечения, когда избирали меры пресечения, мы на это все-все-все указываем. Но ни Медеуский районный суд, ни Алматинский горсуд вообще не воспринимают. Все ссылаются на тяжесть преступления. Хотя у нас по уголовному процессу тоже возникает вопрос. Все мы юристы с высшим образованием, прокуроры, следователи, судьи. Судьи, у них стаж какой. Почему они применяют ту норму уголовно-процессуального кодекса, которая не должна здесь применяться? Тяжесть вменяемого преступления не является основанием для избрания. Одним из оснований. Одним из оснований для избрания меры пресечения. А они только по ней идут. На третьем месте прокуратура, я так думаю. Но тем не менее, прокурор, когда просит удовлетворить ходатайство о продлении, об изменении условий меры пресечения, везде указывают на то, что может скрыться от суда и следствия. Либо воспрепятствовать объективному расследованию, чего не того и не того не было. Вы видите, не было объективного расследования. Как он может воспрепятствовать тому, чего нет? Ну и прокуратура. То есть прокуратура, каждая жалоба, каждое ходатайство, оно спускается через генеральную прокуратуру в Алматинскую городскую, Мадеусскую городскую. Через генеральную для того, чтобы был контроль. Никакого контроля мы за эти месяцы не увидели от генеральной прокуратуры, во-первых. Во-вторых, от Алматинской городской прокуратуры ни одного внятного ответа не видели. А если и были ответы, то это были прямые перепечатки документов Таубалды. Следователь, с таким Таубалдой. То есть вообще, как надзорный орган, от них тоже не было никакой реакции. Абсолютно. Ну прогнозы дела неблагодарные, но все-таки ваш прогноз, как будет идти следствие? Есть надежда, что что-то будет объективное и беспристрастное? Лично я считаю, если, конечно, суд все-таки услышит нас, вот, защитно, и все-таки даст оценку тем документам, которые мы пытаемся сейчас предоставить, назначить дополнительную экономическую экспертизу, я думаю, как бы вот инцидент будет исчерпан на месте. А вы разделяете такую точку зрения? Да, абсолютно. Мы надеемся, что так будет. Ну, тут, конечно... С другой стороны, надежда умирает последней, с другой стороны, надежда — это последнее зло, но будем надеяться, что все-таки суд будет объективен и беспристрастен, в конце концов. Мы будем делать все, что положено в рамках закона, осуществлять защиту наших подзащитных. А как там уже надеяться на суд? Нас двое, нам тяжело. Мы работаем против, как говорится, всего национального бюро по противодействию коррупции, но, тем не менее, мы пытаемся каждое нарушение фиксировать, каждое нарушение обжаловать. Но, тем не менее, пока вот ситуация с места не двигается. Большое спасибо. У нас в гостиах были Мадина Вакива и Андрей Петров. Мы говорили о деле Ситкозе и Ситаматайо. До свидания. До свидания.